Да надо, надо. Надо? А то будут бабки. Я скажу, бабка какая-то попалась. Да ну, нормально все. Ну, я вот снимаю. Ну, что я хорошего мало знаю. Что я? Была ребенком. Была немец, жил у нас. Два года жил. Лошади стояли. Лошади, мол, идут кормить. А мы на них встанем. Что были тут? Ага, пришли. Войну это за... А он, говорит, тоже молодые ребята были. Мы на мою малую матку. У нас тоже такие-то остались клендрики. Что, говорит, там сами показывали. Ладошку так кричали. Девушки большие. Как-то такие большие были. Так думали, обоих побили бы. Ну, что? Ну, что? Тоже если хотят, пойдут. То я девчонки возьму. Что там есть. Что подберут. А сами-то лошади. У нас хоть много было кое-чего. Лошади были. Ну, что я вам особо не могу все рассказать. Потому что я ничего не помню. Это село Шаблыкино, да? Да, село на Воселках. А, на Воселках, понятно. На Воселках было. На Воселке были. От Шаблыка 3 километра мы жили. Ага. Понятно. Ну, это... Бомбежки у вас там были, да? Бомбежки были. Наши бомбили. Наши бомбили. Один раз это... Как раз... Три бомбы сбросили. И вот так-то я хатка была, как школа. Я у бабушки была. Наша тут подальше так-то была. Хатка. А я у бабушки была. Вот. Вот. Бабушка ее звали, Курина. И тетка Евдокия была. Ну, что? И наши три бомбы сбросили. Одну бомбу прямо у бабушки этой. Осколки. И хата вся развалилась от бомбы. Вот. Бабушку убила у нее. Когда к нам привезли, купали. Я сидела в деревочках. Говорю, у нее нога там была. Голова все разбитая. Но я жива осталась. Когда стали меня отыскывать. А на мне потолок весь лежал. И крыша на мне лежала. А я спала. Ничего не слышала. Ничего не слышала. А что делать? Ну, вам тогда 7 лет было, да? А может и шить было. А моя машина, наверное, шить была. Шесть или семь. Не знаю. Шесть, наверное, было. Ну, 42-й, наверное, 43-й. Да-да. Такой был год. Ясно. Ну, когда подсбережались народ. Бабушку откапывали. Бабушка, которая у тебя окон так спала. Откопали на голову вёртвую. Я уже спал ко мне. А у меня мама прибежала ко мне. Ой, девки нету. Говорю, нету девки. Стали откапывать. Крышу стали раскапывать. Ага. Я тогда закричала. Ну, мама схватила меня. Слава Богу жива девка. Ну, потом к нам её пришли. Пришли купать её возле дома. Моя хатка от нас стояла. Дома к нам. Возле так мы жили. А в школе жили так мы. Вот. И купали. А я сидела её глядела. Вот так-то лежала она. Я сижу и гляжу. А у неё она гадная от ворота была. Вот её искупали и похоронили. И всё. А потом нас, когда немец эвакуировал, выгонял. У нас выгнал немец. Куда-то. А не знаю. Мой братик. После меня был. Братик. Тот на корове ехал. Верхом ехал. Было. Дети разговаривали, что помню. Почеп где-то. Почеп. Ты не слышал? Почеп. Почеп. Что-то знакомое. Да. Где-то вот там. Там у нас были. И у нас коровка была. Мама была коровку подует. Мамочка нам даст. Ага. А когда нашим немец гнал. А потом наши застали нас. И когда застали. И немец убегал. И коровку прямо на месте застрелил. Немец застрелил? Не дал нам домой. Не дал нам домой. Не дал. Застрелил. Ну там близко деревня была. Тогда там когда мы эвакуировали были. Вот. У меня был. Так. Братушев был Иван. Он с 30-го года. Я помоложе была. Илья был последний. Одностроя. А этот старший был с 25-го года. Он тут остался. Дома. И все дома было. А когда вернулись. Жить нельзя. В погребе. В зиму власть. В погребе. И потом вот. И потом вот. И потом доживали. Так-то. Потом. Брат из 30-го года. Ездил где-то в лесочку. Там. Земляночку сделал. Жили. Вот. И так-то. И с мамой. Мы-то. Брат этот старший возраст пятого. На фронт ее забрали. А потом. Когда сон-то пришел раненый. Раненый. Здесь нечего. Говорит. Не жить нельзя. Здесь нечего. Тогда. Соседу пошел. По тетке. Дядьке Пашу. Говорит. Дядька Паша. Викторович. Поедем в Ленинград. Что тут. Не обуться. Не есть нечего. Ничего нечего. И поехал Ленинград. Вот. Устроился Ленинград. Была какую-то нам тряпочку присылала. А вот Ленинград меня звал. Звал. Сестрица милая. Там женился. В Ленинграде. Вот. В краях. Нет. Нет. Нету я тут. А. Вот он. Вот он. Женой. Ленинградский. Это ваш брат, да? Брат мой. Ага. Брат. Жена его. И сейчас. У них живых нету никого. Там внук остался. Ага. Остали. А я пойду. А он меня приглашал в Ленинград. Поеду на месяц. И по Ленинграду только кино. Театр схожу. А меня всегда звал Ленинград. Сестрица милая. Приезжай. Что ты? Я говорю. Мама одна. В деревне. Что я? Как я ее брошу? Я не поехала. И он говорил мне. Квартиру тебе будет. И сейчас никого не осталось там. Ну ясно. Понятно. Вот так выглядела. Ну а так об оккупации больше вы не помните, да? Немцы. Как они? Как они? Что там? Ну а так они просто жили там. Да. Убегали. Постояли. Ну а что я была? Ребенок. Да. Постояли. Потом просто убежали и все. Но они, бывало, только придут. Яйца там что-то нас там подберут. Что было? Молоко там что-то. Ну так они проходили. Но нас они не обижали. Не обижали. Только подберут если нам надо. Маска на маму. Маска. Нам тоже надо есть. Так ладони хлопали. Говори. Нашего, да вашего. Обоих то надо. Да не так. Ваши детишек, чтобы не баловались? Когда вернулись, все погорело. Не обуться, не есть нечего. Картошку от насыпали на городе. У погреб картошки насыпали. У меня с 30-го было. Он погреб соломки постелил. Печечку железную достал. Его было втоварено вывезти. Железку нашел, набил гвоздиками. А я натру картошкой. На пеку там жили. Зимовали. Потом просто земляночку. И теперь, миленький, я одна осталась. Приезжают ко мне. Унук приходит. Они мне помогают. Отчастникам все мало умерли. Вот один муж умер. Вот он похоронен на лужках. Теперь я так скоро буду. Ну ясно, понятно. Так что не больше ничего хорошего скажу. Ясно, спасибо большое вам. Дай Бог здоровья. Спасибо. Леша, я всегда буду тебя приглашать. Спасибо. Спасибо.